В Твери продолжается кампания по замене лифтов в многоквартирных домах. Казалось бы, хорошее дело, но вот только не всегда работы идут нужными темпами. А иной раз подъемное устройство уже готово, однако людям так и приходится ходить пешком. Как, например, жителям девятиэтажки на Пролетарской набережной. Людмила Шабунина живет в этой девятиэтажке с момента постройки, 1972 года. Минувшей осенью здесь уже во второй раз за всю историю дома начали менять лифт. Работа шла довольно спорно. Закончили даже досрочно, 23 ноября. Дальше в объявлении было написано, что две недели на пуск, это до двух недель. Не от двух недель, а до двух недель на пуск лифта. Вот по сей день мы ходим пешком. А ходить пешком многим обитателям дома очень даже непросто. Квартира Людмилы находится на девятом этаже. Как минимум два раза в день ей надо спуститься и подняться, чтобы погулять со своим шпицем. И это не говоря о походах в магазины и прочих делах. То же самое касается и ее соседей, среди которых немало мам с детьми или наоборот пожилых людей. Как, например, Галина Лаврентьева. Вы на каком этаже живете? На седьмом. Больная тоже стенокардия. На девятом этаже у нас больные с маленькими детьми. Конечно, это очень проблематично. Я еще не такая старая, но у нас есть даже постарше. Ходят. А что делать? Мы обратились в управляющую компанию. Там, оговорившись, что заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта, подтвердили. Все действительно готово. Дело осталось за бюрократическими процедурами. Дмитрий Левкин пообещал отныне держать в курсе жильцов касаемо времени пуска лифтов. Чтобы та же Людмила Шабунина могла предположить, сколько раз ей со шпицем еще предстоит совершить восхождение на девятый этаж.